Лыжные гонки, хоккей под открытым небом, снежные бои. Этой зимой развлечений хоть отбавляй. Герои нашего следующего сюжета не ограничились стандартным набором снежных забав и опробовали экстремальный вид отдыха. Тюбинг или катание на надувных санках – это развлечение, во время которого человек едет на верхней части круглой надувной камеры по воде, снегу или воздуху. Поскольку надворение месяц май, нас больше интересует зимний вариант тюбинга. Снежный тюбинг берет свое начало в далеком 1820 году. Тогда первые гонщики прокатились в Альпийских горах. Сегодня катание на ватрушках набирает популярность во всем мире. И наш регион – не исключение. Однако воздушные санки не так безобидны, как кажутся на первый взгляд. Из-за круглой формы зимнего тюба контролировать скорость движения и направление очень тяжело. И если на санках можно использовать ноги, как педали тормоза, то аналогичные действия на тюбе могут привести к вращению. Чтобы избежать травм, необходимо соблюдать технику безопасности. Во-первых, нужно скатываться строго в том месте, в котором указывает администратор, то есть я. Например, на нашей трассе можно скатываться ни в коем случае не с самого верха, а там, где мы стоим, на уровне беседки. Держаться нужно за ручкой ватрушки. Их четыре штуки, то есть они находятся по сторонам света. Ватрушкам доступны любые возрасты, но маленьким детям рекомендуется сопровождение с родителями. То есть на коленках вместе держась. Заниматься тюбингом можно только на специально оборудованной трассе со снежной поверхностью. Садиться на санки надо так, чтобы при спуске не вылететь с них и не перевернуться. Главное – правильно распределить центр тяжести. Для этого надо поглубже сесть в центральную часть ватрушки так, чтобы не касаться ногами снежной поверхности. Если ноги все же касаются земли, необходимо взять тюбинг диаметром побольше. Экстремалов, не соблюдающих меры безопасности, очень часто можно увидеть в травматологии. По состоянию на 12 января через наше отделение прошло 5 пациентов с травмами, полученными при катании к на ватрушках. Совершенно разные травмы, переломы позвоночника, переломы конечностей, череп мозговые травмы, в общем, повреждения лицевого скелета. По тяжести травм, полученных на ватрушках, мы видим, что они действительно более тяжелее, чем те, которые получены на качелях. Поэтому осторожность и еще раз осторожность. Необходимо тщательно выбирать не только трассу, но и погоду. Врачи не советуют кататься в снежную, ветреную погоду и в темное время суток. В этом случае сложно будет заметить препятствия, которые чаще всего приводят к несчастным случаям. Дарина Игнатьева, Андрей Шоколев, Республика.